друзья мои здравствуйте сегодня будем говорить на тему дорогие студенты дорогие молодые врачи будущие врачи настоящие будущие коллеги на тему стоит ли говорить больному правду всю правду ничего кроме правды в принципе мы несколько раз уже к этой теме обращались дорогие мои будущие настоящие коллеги обратимся вновь тем более то есть тех вопросов которые чаще всего мне задают молодые мои коллеги молодые врачи да не только кстати кардиологи до терапевты другие специальности как же сказать что сказать как это показать дело в том что вообще медицина это мое глубочайшее убеждение да это та наука который научить невозможно научиться может быть вот научить не знаю вряд ли невозможно поэтому учиться на примере на собственном примере иногда и на собственных ошибках я понимаю все что сейчас идет волна клики критики как же медицинские институты медицинские институты и вузы дают знания знаниями врачом не станешь понимаете можно загрузить в компьютер конец программу да но врачом она никогда не станет и общающим скептически отношусь к понятию значит искусственный интеллект ибо искусственный интеллект это не может быть не может быть я считаю что интеллект он напрямую связан с совестью сердцем человека а это возможность ошибки хотя ошибки машины тоже иногда ошибаются иногда очень печально ошибаются ну да ладно сейчас давайте молодые мои студенты друзья подумаем на эту тему стоит ли говорить всю правду ничего кроме правды одно лишь право и так посчастливого своей жизни что я видел две школы нашу нашу советскую школу мне очень в этом плане повезло слава тебе господи заканчивал советское время славный ереванский медицинский институт сейчас он уже университет это институт с большими традициями хотя ему всего лишь 100 лет скоро будет 100 лет основался как факультет при ереванском университете да сейчас он огромная махина гигантская махина я знаю также европейскую школу вы знаете что я долгое время работал во франции учился там знаю подходы и нашей школы и европейско-американская школа французскую знаю испанскую знаю немецкую знаю швейцарскую знаю американскую знаю если скажем у нас территории советского союза как-то было принято особенно у нас на юге южных странах не выдавать всю информацию о здоровье больном значит то на западе всю правду матку режет несмотря ни на что не на и казалось бы ну как-то может быть по-другому ну нет так принято я понимаю оба эти подходы абсолютно понимаю с одной стороны конечно я понимаю и не могу не понимать что здоровье она не моё если больной ко мне обратился вынужден и обязан вернее сказать всю ему правду с другой стороны понимаю что дело с разным культурным сценарием потому что скажем в германии все-таки люди отличаются от французов французы отличаются от испанцев довольно серьезно кстати те отличаются от американцев мы отличаемся от всех поэтому каждому человеку надо подходить свои ключи вы скажете какие ключи вообще люблю цитировать апостола павла что правда сказанная без любви хуже лжи вы наверное знаете парафраз конечно напрямую так апостол павел не говорил но вот здесь в своей жизни своей практике медицинской будете руководствоваться этим принципом дорогие мои друзья коллеги то даже при наличии ошибки а человек не может не ошибаться в этом плане не считаю что вообще создание искусственного интеллекта возможно да я правда на некоторых областях да так что если будете руководствоваться этим принципом то вам будет очень помогать любовь самое главное и правда сказано без любви хуже лжи но смотрите если иначе тогда вы давайте загрузим всю медицину скажете как же нельзя научиться медицине до медицинские институты медицинские вузы и так далее что расскажу я учился в медицинском институте медицинский институт дает знания именно знания знания что только знание для врача необходимое но недостаточно оттуда недостаточно давайте загрузим компьютер в программу все медицинские книги и что он не будет ошибаться или что будет работать врачом никогда в жизнь может какие-то манипуляции может тонкие операции какие-то вполне возможно робот по роботу можно позволить сделать но лечить человека не опыт лечить человека человек кстати не только человек в белом халате да и близкий человек знаете что слово обладает колоссальной силой мысли имеют колоссального силы и слова действительно лечит может и калечиться кстати поэтому подход мой подход я знаю что этот подход разделят некоторые мои коллеги да вы далеко не все надо говорить правду надо правда говорить с любовью и учитывая конечно моральное интеллектуальный уровень моральное состояние интеллектуальный уровень человека очень правильно в таких случаях когда вы знаете что надо сказать всего к сожалению меня тоже не всегда так бывало чтобы кто-нибудь из родственников находился бы рядом прямых родственников но что родных людей душ обязательно это далеко не всегда увы наше время кровные родственники означают друзья по духу близкий человек по духу должен быть обязательно рядом и старайтесь не говорит все самое такое тяжелое когда больно один понимать потому что больной за себя не отвечает я всегда об этом говорю тот вопрос с точки зрения только не только вернее с юридической точки зрения но и с морально-этической понимаете вот больной это больной человек невозможно себе представить больного человека любой любым состоянием которого не было бы проблем в той или иной степени конечно с психосоматикой он скажет что больной что абсолютно насморок у него да какая-нибудь там нарушение психосоматики но больной за себя не отвечает кто-то должен быть рядом с ним желательно здоровый который берет ответственность вернее делит эту ответственность с вами с вами он должен понять этот близкий человек и сам больной конечно что происходит это один момент второй момент не надо закрывать окно возможности полностью закрывать захлопывать потому что нет неизлечимых заболеваний даже неизлечимых состояний полностью то есть понятно что сейчас мы все смертны даже здоровые люди смертны в этом плане работа врача опрещена на провал чтобы мы не делали чтобы мы не творили мы спасаем человека на какой-то определенный промежуток времени полностью спасти человека от тисков смерти невозможно невозможно мы все смертны и надо это понимать и принимать и бояться смерти нельзя кстати и врач должен не бояться смерть и смерти дружить нас смертью не надо надо принимать понимать врага враг смерть нашим враг значит смерть когда-то была побеждена навсегда побеждена подвигом иисуса христа нашего господа спасителя господа бога нашего но плоти наши бренно и человек смерти поэтому надо знать и принимать если сам врач как-то боится не принимает этот момент и им кажется что это когда-то там то он не ту специальность выбрал то есть вы когда говорите что больной скажем после инфаркта миокарда есть шансы на выживание есть шансы на то что больной не выкарупкаете есть вы даете ему шанс вы даете что вот знаете вот тяжелое состояние мы с вас постараемся все сделать это не должны быть не просто слова это должно быть чувство вашего сердца ваша эмоция искренняя эмоция чтобы родные понимали что они имеют дело с живым человеком для которого человек который сам лежит на койке я обратился к вам это не это болванка какой-то там токарный инструмент хотя конечно желательно я понимаю что наш профессионал должен отключить свои эмоции работать четко но разговаривая с больным не будем забывать что мы лечим не машину лечим живого человека у него своя жизнь своя история своя трагедия свою любовь свои дети своя работа свои удачи свои неудачи в жизни и волю всевышнего господа бога он сейчас находится полностью ваших руках если вас нет человечности нет этой гуманности кстати это тоже человечность как и медицина это евреям научиться невозможно абсолютно в этом уверен человеческое отношение гуманное отношение это ну я не знаю как это назвать харизму назовите да по-гречески дар назовите шинорка назовите по-армянски как хотите называйте это то что есть это как музыкальный слух есть или его нет как как сука ни едини на музыкальные там конкурсы если слуха нет врожденного ну можно конечно его что-то развить с нуля да но получить абсолютный слух вряд ли это будет возможно хотя разное говорят и это мое убеждение значит люди так рождаются поэтому если вас нет вот этой струнки что ли сострадание к человеческому горю то лучше этим делом не заниматься уйдите куда-нибудь я уже много раз на эту тему говорил сто раз повторяю если уже у вас есть диплом дорогие мои друзья да уйдите в организаторы здравоохранения идите в политику я тоже был деканом здравоохранения владимир основоположник что владимир основоположник этого декана первый декан факультета здравоохранения при европейской академии но потом ушел я знаю все стороны жизни поэтому можете идти в органы здравоохранения работать с какими-нибудь чиновниками пожалуйста но не количестве ни себя ни свою судьбу ни тем более своих больных и обязательно этот момент должен быть очень обязательно страдания больного вы видите эти страдания я понимаю что вы не можете жить и умирать с каждым больным хотя поверьте надо нам это желательно это очень сильно изнашивает вообще изношенность изношенность боль врачей такая это именно с этим связано хороших врачей конечно не людей которые просто носят белый халат каждая каждая трагедия каждый несчастный случай как-то врач воспринимает свою ошибку понятно даже если он сделал все что он мог но какое-то окно возможности надо оставлять потому что всякое бывает в этой жизни я столько вещей видел случаев могу припомнить сейчас просто сейчас не хочу уходить в детали конечно их было очень немного поэтому я такой крайне категорический противник эвтаназии но когда в случае когда казалось все уже никаких вариантов нет никаких шансов нет что больной выкарабкается и вдруг он выходит так что всегда надо говорить что вы знаете есть такие шансы что больной может особенно если разговаривать с прямыми родственниками да когда нет больного надо сказать всю эту правду конечно очень мало шансов выйти но мы все сделаем от себя зависящее чтобы больной хотя бы пожил еще пару дней и наоборот в следующий момент когда вы знаете больной тяжелый больной ему стало лучше никогда не давать что вот все вылечились лечились и слава тебе господи можете домой продолжать прежнюю жизнь я использую следующую фразу может она вам понадобится в своей практике я ее на своем горбу значит родил с вами 30 летним опытом когда приходит больной скажем тяжелой сердечной недостаточности например я привожу конечно когда вы выводите его из сердечной недостаточности больной чувствует себя шикарно но вы понимаете что уже это звонок прозвенел и я говорю следующую фразу вы вышли из крайне тяжелого состояния многие не выходят из этого состояния слава тебе господи что вы вышли но знайте что каждый прожитый вам день надо благодарить Господу Бога цените каждый день который вам подарен свыше подарен нами нами, но подарен не без помощи высших сил. Цените каждый день и пусть знаете, что каждый прожитый вам день это подарок Господа Бога, подарок природы, как хотите называйте. Чтобы больной бы с другой стороны, вы знаете, не получил бы ненужный заряд оптимизма. Вот в принципе все, что я хотел сказать. Я понимаю, разговор тяжелый, но его надо знать. Каждый приобретает опыт благодаря своей жизненной стезе. Опыт, которому научить невозможно. Я надеюсь, сегодняшняя моя маленькая передача вам поможет не ошибаться, минимизировать риск ошибки. И поверьте, больной, больные его родственники многое вам простят, если увидят, что вы искренне, искренне сочувствуете больному его страданию. И простят вам любую ошибку. А вот холодный, холодный расчет не прощается никогда. Ну и да, пребудет с вами любовь и здоровье, как с вами, так и с вашими больными. Субтитры создавал DimaTorzok